Жители самого маленького азотова в Мурманской области сладкого называют его краешком польского полуострова. За 400-летнюю историю название этого населенного пункта не раз менялось. Сначала он был екальским погостом, поселком Бремиха, Мурманском 140, а прижилось и стало официальным имя город-островной. В дни подготовки к празднованию эти названия особенно на слуху. Так сложилось, что в 2011-м островчан можно поздравлять с Днем города чуть ли не круглый год. 400 лет назад впервые в документах о переписи населения был упомянут екальский погост. Уже тогда в нем существовало несколько дворов, в которых хозяевами были коренмужители севера Саак. 70 лет назад, в июне 1941-го, погост стал екальской военной базой. И ровно 30 лет прошло с момента, когда поселок Бремиха североморского района Мурманской области преобразовали в закрытый город-островной. В документах до определенного момента он назывался Мурманском 140. Все три круглые даты решены с размахом отметить 17 и 18 сентября. Обычно мы день города отмечаем в начале июня, либо в последнее воскресенье мая. Но в связи с погодными условиями не очень на улице массовые мероприятия можно провести, потому что бывает в это время и снег, и метель в Гремихе. Поэтому перенесли на сентябрь месяц в виде исключения. Готовиться начали еще зимой. Определялись с местом празднования списками гостей и расписанием. К дню рождения и сам островной немного преобразится. Сейчас ремонтируется главная площадь, на которой пройдут все торжественные мероприятия. Приводятся в порядок и дома в центре города, даже те, в которых уже никто не живет. Действительно, заселенных домов в Гремихе осталось совсем немного. По данным последней переписи, сейчас здесь чуть больше двух тысяч человек. Со временем расцвета база подводных водок и цифры несравнимы. Но жизнь в городе не останавливается. Работа есть работа. Сколько бы населения не проживало в городе, проблемы, объемы, все остаются такими же. Все познается в сравнении. В этом году в Гремихе зарегистрировано 10 браков. На свет появились 8 малышей. В развлечении у детей и у взрослых по сравнению немного. Пока родители на работе, дети на улице. Да, у нас есть такая книга под названием «Адрес мой Гремих», которая рассказывает об истории. Библиотека, пожалуй, самое популярное место в Гремихе. Удивительно, но литературные новинки в ней появляются гораздо раньше и чаще, чем в заполярной столице. Я думаю, что это правда. Потому что у нас новинки литературы появляются каждый квартал. А как они у нас появляются? Это все не просто так. Естественно, мы работаем с населением. Население нам делает заявки. И, как правило, по заявкам наших людей у нас появляются новые книги. Книги заменяет здесь и интернет, и газеты. Все нужная паутинная из-за слишком низкой скорости передачи данных не всегда доступна. В островном по этому поводу много шутят. Региональные телеканалы не вещают. Весь на телевидении закрылась год назад. Новости попадают в островной, либо от знакомых с Большой Земли, либо от пассажиров теплохода Клавдия Яланская. Абсолютно вся жизнь из правчан связана с ним. В день прихода лайнера жизнь в городе оживает. На улицах Нариса шумно. Приловки магазинов наполняются товарами. Свежесть продуктов здесь определяется не сроком годности, а временем прихода теплохода. Клавдия Яланская – это единственная возможность доставки в город. Зато людей, необходимых грузов и продуктов. Ведь нет мобильного, не железнодорожного пути сюда нет. Все связано с расписанием теплохода. Отпуск, командировки, встречи с родными и покупки. Островной – непривлекательным для бизнеса. Поэтому тут нет ни салонов красоты, ни магазинов модной одежды, ни даже ремонта обуви. К этим удобствам жители привыкли. Это же не тот возраст, чтобы убегать, что-то строить новое. Ну, хотя тянет уже потихоньку. Я считаю, что это для меня мой родной дом. Даже в отпуске бываешь и в Москве, и в Севастополе, и я сама в Севастополе, все равно тянет сюда. А чем тянет? Ну, люди тут замечательные. Жители практически закрытого от внешнего мира города за многие годы научились радоваться тому, что их окружает и очень ценят дружбу. Счастья на новом месте, здоровья огромнейшего, чтобы столько же было друзей, сколько есть, умноженное на 50. Теряем друзей, теряем годы лучшие наши здесь прожитые. Мы прожили здесь 29 лет. Ну, а с другой стороны, где-то чувство радости. Все-таки едем на большую землю в цивилизации. Здесь вся молодость, с лейтенантов. Здесь друзья. Здесь все. У бывших военных из Островного есть традиция. Прощаясь навсегда со всем далеким северным городом, они брошают в Светоматский залив Хураж, чтобы хотя бы раз снова сюда вернуться. Светоматский залив Хураж. Светоматский залив Хураж.